Итак, для чего мы вообще живем? Давайте этот вопрос сегодня мы и обсудим. То есть у нас есть такая штука под названием ЕГЭ. Что такое ЕГЭ? ЕГЭ это просто тесты. И я не сильно думаю о том, чтобы ваш человек очень хорошо сделал бы эти тесты. Потому что... Давайте определимся. Тесты это что? Я на себя смотрю и думаю, что не, вряд ли что-то у меня получилось бы. Но хотя я поступил тоже в неплохой колледж. В смысле в неплохой институт. Тут я поступил, это был энергофаг. Ну такой, мягко говоря, неплохой институт города Магнитогорска. Тем более энергофаг. Это из разряда топ. Выше там было немного специалистов, но я практически в топ и зашел. Мне бы супруга, в смысле такая мама еще сказала, что можно было в другое место поступить, потому что это был топ из Магнитогорска. Ну ладно, молодец. Тем не менее, я получил качественное образование. Качественное и самое лучшее образование. Я мог бы работать на металлургии, естественно, я мог бы работать в других вещах. Но я решил, что возможно, я вам больше удовольствия принесу работы на телевидении. Ну так ладно. Что касаемо дальнейшей ситуации, которая возникает у меня лично. Естественно, я поступил на военную кафедру. И тут был год 1994. И один товарищ сказал, что вы, которые поступили, должны обязательно идти служить. Ну я прятался, естественно. Как еще по-другому? Та-та-та-та-та. Я прятался. Теперь возникает другой вопрос. Сегодня военной кафедры нигде нет. Сегодня есть такое понятие, как служба в армии. То есть я так понимаю, что в любом случае вы после окончания высшего учебного заведения, мужики, естественно, туда и попадут. Возникает вопрос. Если мы будем учиться здесь, в этом колледже. Самый один из лучших колледжей. Пункт номер один. Ценники не такие уж большие. Пункт номер два. То есть когда мы занимаемся, и когда вы получаете образование юридическое, а вы, наверное, думаете, что вы не сможете спокойно в армии, в юридических услугах получить удовольствие, в смысле вас там, естественно, примут. Потому что, извините, подвиньтесь, если вы получили юридическое образование, то и в армии также существуют различные тараканы. А вы думали, что нет? Вы думали, что все красиво и ровно? Нет, господа мои. Это не сейчас. В природе. Этого не получается. Ну да ладно. То есть, если вы и у вас какие-то проблемы возникли, и вы не поступили, и с ЕГЭ у вас какие-то проблемы возникают, зачем? Сюда придите, спокойненько получите два года качественное образование, потом уже поступаете в дальнейший институт высшей квалификации, и уже спокойно работаете. К слову о том, что это не есть плохо. К слову о том, что и женщины, в смысле девушки, то же самое могут сделать. И давайте все-таки определимся. Рано или поздно родители в 18 лет должны каким-то образом заканчивать ваше образование. Дальше вы же сами должны работать. И в этом случае, и я бы вам сказал, что Гагарина 35 – это один из лучших вариантов этой работы. Можно долго думать о будущем, но давайте определимся, что нам нужно, из кого бы я хотел сделать своего сына. А мне нужен борец, как я, который сам за себя постоит и поможет всем. И вы знаете, у него нет необходимости валить из города. Я вам честно скажу, что для меня круче, а уж поверьте, я много чего видел в России. Всего два города. И давайте думать, что Магнитогорск – это не последнее и далеко не последнее место. А то, как мы будем работать, и то, как мы будем учиться, и это наше будущее. То есть раньше только три высших, а сейчас много, и этот колледж, поверьте, неплох. Через два года это правильные специалисты, и в суде, и в коммерции. И я бы нашим коммерсантам посоветовал два годика получить именно коммерческое образование в этом колледже. И вы бы поняли, что коммерция в городе – это не период с сентября по Новый год. Знаете, есть популярная песня, где говорится «галочка ошибся, значит идиот» в контексте ЕГЭ. Возможно, это и нужно самому образовательному учреждению в школе. Мы принимаем студентов на общедоступной основе. Мы готовы давать им знания и работать непосредственно с каждым человеком до результата. Это выбор студента. Получит он знания, захочет он эту профессию, потому что, получив профессию, он уже может идти работать и срабатывать деньги. Мы говорим, что он пришел к вам, получил два года, это все-таки колледж, да? Это не совсем институт, да? Но через два года в любом виде человек может спокойненько идти зарабатывать деньги. Да, на первую должность судебной системы он уже может трудоустроиться и зарабатывать реальные деньги. Очень неплохо. Я считаю, что это в принципе хорошо. Теперь вопрос. Если он хочет еще дальше идти, то есть он может стать судьей, он может стать прокурором, он может стать начальником, естественно, если он идет дальше. А может ли он получить дальнейшее образование, ну, как это называется у нас, не находясь там, называется дистанционное оборудование. В современных условиях он может получить и дистанционное, и заочное образование. Конечно, я многим своим студентам рекомендую получить очное, но если жизнь складывается таким образом, что они вынуждены работать, то подкрепив свой опыт практикой, они получат достойное заочное обучение в любом из юридических вузов и успешно продолжат свою карьеру. И при этом у них не будет никаких ЕГЭ, естественно. Современные условия построены таким образом, что, получив образование в колледже, студент может поступить в высшее учебное заведение, не сдавая ЕГЭ на основе его собственного диплома в колледже. Я считаю, что это самый грамотный вариант, да? Зачем это нужно? Когда есть возможность получить хорошее образование, достойное образование, и затем уже работая, получить, не напрягая папу, естественно. Сколько можно папу напрягать, да? То есть папу надо напрягать до 18 лет. После 18 лет? Ну, я, по крайней мере, серьезно говорю, я никого не напрягал, по сути событий. Я сам так же учился. Ну, хватит, наверное, этим делом заниматься, да? Папа, что же не бесконечен? Один из приемлемых вариантов, когда ученики школы заканчивают 9 или 11 классов, идут в колледж, получают среднее образование, а на его базе уже получают высшее. Вы знаете, но рынок от меня не ушел, я рос вместе с рынком. Много чего было. Более того, я видел и пробовал все, уж поверьте мне. При мне люди крутили, при мне умирали. Да, да, я это видел. Но появились другие, которые не въезжают в коммерцию. А лучшая часть коммерции – это реклама, грамотная. А лучшая реклама – телевизионная. Но для этого надо развивать ум, господа мои. К слову о том, что лучше и доверчивее, когда вы сами заходите в суд. А такие случаи бывают. Так вот, для этого учиться надо с молодых корней. Я-то до этого дошел за десятилетия. Вы это сможете сделать за два года в этом колледже. Улица Гагарина, 35. Колледж. Замечательный колледж, где есть то, что вам нужно. То есть давайте все-таки определимся. Город Магнитогорск, часть города Магнитогорска – это металлургия. Но давайте все-таки определимся со временем работы. В свое время на комбинате работало 75 тысяч населения, города населения. Сегодня сейчас 25. Возможно, оно еще и сократится. Во-первых, есть разные принципы работы. То есть механизация труда, робототехника. Ну, понятное дело, да? А остальные куда люди пойдут? К сожалению, такие вещи случаются. Но если мы говорим о нашей коммерческой составляемости, то коммерческой составляемости без самой коммерции никуда. И здесь также этому лучше. Придите, получите образование и получаете грамотное удовольствие. То есть вы уже понимаете, о чем идет речь. К слову о том, что здесь еще и есть такое подразделение, как юридические услуги. Гагарина, 35. Получите и это образование. К слову о том, что мы говорим про все-таки коммерческую составляемость. Мы сегодня о чем будем говорить? Россия как раз туда и закатывается. То есть, эх, был-то хороший Советский Союз. Тогда все было бесплатно. Сегодня и сейчас Советского Союза не существует. Сегодня и сейчас мы примерно идем по пути. Ну, капитализм. Капитализм, да. А в капитализме высшее образование, по сути собой и вообще, очень редко делается бесплатно. И у нас то же самое. То есть, если еще каким-то образом вы по ЕГЭ что-то сдали, то тогда, может быть, вы попадете на бесплатные курсы. Хотя, в принципе, у меня вот товарищ тоже сдал ЕГЭ. Так же поступил и поступил на платные курсы. Вот я что-то не понимаю, о чем идет речь. Ну, да ладно. Просто возникает вопрос. Зачем ехать куда-то? Потому что, в принципе, в городе Магнитогорске есть учебные заведения, которые предлагают вам очень качественное образование. Качественное образование. И поэтому мы находимся здесь, на Гагарина 35. Поднимитесь сюда и поймите, что здесь очень качественное образование, которое стоит абсолютно недорого. Продолжение следует...